здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок сегодня мы поговорим с вами о чай а именно о зеленом чае поговорим не только о его свойствах для нашего здоровья но также и о том как нам садоводстве огородничестве может пригодиться зеленый чай вообще зеленый чай где-то последние лет двадцать стал очень модным напитком реклама зеленого чая всегда сопровождается информация о том что японцы известные своим долгожительством потребляют много зеленого чая и уже где как не в японии которая в том числе выращивать зеленый чай и в китае покупает зеленый чай потребляет их много японские профессора открыли там какие-то очередные целебные свойства этого чая само название страны япония весь антураж и флор которым покрыта эта страна по мнению маркетологов непременно должны убедить нас в том что все их уверения верные и мы непременно должны употреблять этого продукта как можно больше сюда же можно добавить и тофу и сою рис нори и другие водоросли из-за которых японцы живут очень долго различные сорта рыбы суши всевозможные экзотические продукты венцом этих мифов и маркетологических каких-то ухищрений является по моему мнению коралловый кальций только он является действительно самым лучшим поставщиком кальция все остальное ерунда к сожалению такой ценный продукт как чай также овеян целым рядом подобного рода маркетинговых мифов конечно сложно отрицать что чай является приятным тонизирующим утоляющим жажду и очень хорошо подходящим для жаркого времени года напитком он содержит много ценных веществ в том числе аскорбиновую кислоту содержит он также значительное количество танинов среди танинов одним из важных танинов зеленого чая является катехин сильнейший антиоксидант обладающий множеством различных функций тут и противовоспалительное действие и антиоксидантное и противоопухолево и противомикробное и противогрибковое и противовирусное действие этого катехина и все это так все это верно однако все это хорошо с точки зрения теоретических выкладок сделанных на основании опытов проведенных в чашке петри которые не были вынесены в нормальные клинические испытания не не были испытаны на практике с чем это связан связано это с тем что катехины вот эти ценные вещества зеленого чая очень плохо всасываются в кишечнике и действует преимущественно наружно крепкие настои зеленого чая нанесенная на кожу вместо каких-нибудь антимикробных мазей и спреев и лосьонов действуют очень хорошо они действуют при высокой концентрации даже и не мягко а даже лучше чем некоторые антибиотические антимикробные аптечные препараты вспомните старые времена если на глазу садился ячмень непременно заваривали черный чай ну зеленый был тогда советском союзе не так распространен делали примочки ячмень этот быстро пропадал на сегодняшний день наружное применение чая с целью оздоровления кожи волос полости рта для смазывания мест которые потенциально либо поражены грибковыми инфекциями для промывания носа с целью профилактики инфекции и облегчение состояния и как вспомогательное средство для лечения являются очень и очень актуальными однако же на самом деле существует только одно единственное лекарственное средство зарегистрированное на основе зеленого чая и то она имеет исключительно наружное применение оно даже не на основе зеленого чая а на основе камелий зарегистрировано в чем же дело как же так если чай обладает таким огромным комплексом целебных свойств то почему же на его основе не делаются какие-то лекарства конечно те кто желает продать зеленого чая побольше и подороже обязательно расскажу что это не любой зеленый чай обладает такими свойствами а только какие-то особенные сорта с особенной пользой особенным содержанием целебных веществ и которые можно купить только за бешеные деньги и только у них ничего не напоминает мне лично напоминает все байки о байкале и препаратах подобного сорта нормальные клинические испытания зеленого чая хорошие масштабные показали одно единственное что препараты зеленого чая по-видимому вызывают небольшую статистически значимую потерю массы тела но то есть это что то что на цифрах действительно доказано у людей исключительно с избыточной массой тела или ожирением поскольку в абсолютных цифрах эти потери невелики то есть потери веса на 300 грамм веса до статистически значимо человек потерял если полгода пил зеленый чай то они вряд ли могут быть клинически использованы то есть мы вряд ли можно использовать этот метод метод потребления зеленого чая в клинической практике для достижения каких-либо действительно серьезных значимых результатов однако же на травяных сайтах экстракты зеленого чая и таблетированные катехины разлетаются как горячие пирожки потому что ничего нет наверное лучше движущей силы нет более мощный чем человеческая лень не надо тренироваться не надо держать диету ничего не надо делать вот таблетки зеленого чая капсулы купил глотай и будет тебе счастье ни рака не опухоли не не сердечных заболеваний ни ожирения ничего не будет к сожалению это радует конечно только продавцов подобного рода препаратов подобного рода экстрактов тем более что они не жалеют денег на рекламу и не жалеют фантазии сдабривать свои рекламные материалы всевозможными совершенно фантастическими описаниями свойств этих экстрактов в том числе зеленого чая люди с удовольствием делятся какой именно зеленый чай где именно таблетки эти покупать какие лучше какие хуже какие настоящие какие из них подделка а какие действительно правильные при этом могу сказать так что в литературе имеется достаточно сведений о том что в европе особенно женщины стали страдать серьезными токсическими повреждениями печени из-за широкого потребления вот этих вот высоких доз зеленого чая особенно в таблетках капсулах в виде каких-то таблетированных сухих экстрактов поэтому помните что зеленый чай ни в коей мере не является лекарством он ни в коей мере не является панацеей от каких-либо заболеваний не даже если вам говорят что вам подсунули там ерунду а здесь вам вот вы покупаете хорошее только у нас это все ерунда это это все неправда есть хорошая расхожая фраза чтобы лечиться зеленым чаем нужно иметь отменное здоровье это правильно это верно потому что систематическое ежедневное многократное потребление даже обыкновенных настоев зеленого чая ничего хорошего вам не предвещает особенно женщина особенно связи с тем что эти самые хваленые катехины обладают свойством как и танины в целом связывать железо делать железо недоступным для усваивания организмом а женщины как известно особенно подвержены вот этим вредным воздействием нехватки железа поэтому женщина в особенности они как раз и кинулись пить зеленый чай похудения там отеки трали-вали как раз им и надо ограничить потребление зеленого чая не более одной стандартной чашки чая средней крепости при этом я сам очень люблю чай вот я ганпа удар этот покупаю это порох днем палочек не бывает мусора какого-то лимончик там еще что-то но только не как лечение не как панацея и не как какой-то фанатизм его потребление только как приятный напиток хорошо утоляющий жажду содержим содержащие небольшое количество полезных веществ потому что многие полезные вещества которые там есть которые химики выделяют они к сожалению не способны оказать никакого положительного влияния наш организм а иногда еще и отрицательное поэтому надо мыслить ясно об этом продукте и употреблять его умеренно что же касается отходов от потребления зеленого чая и особенно любого чая зеленого и черного и особенно чая не в пакетиках я призываю вас пакетиках чай не употреблять по многим причинам но еще и потому что крупные и ну разного размера листочки после заваривания чая зеленый чай можно заваривать и несколько раз черный чаще заваривают один раз вот эти листочки ни в коем случае не выбрасывайте они являются прекрасным субстратом для выращивания широкого спектра различных биопрепаратов кроме того чай прекрасно структурирует почву чай разрыхляет почву чай увеличивает и восстанавливает ее плодородие на чае поселяются множество полезных микроорганизмов и в то же время крепкие настои чая разведенные или даже вот однократно заваренный чай собраны потом вот эти сухие листочки можно как следует проварить и приготовить прекрасный препарат без всякого заселения биологическими агентами для профилактики многих заболеваний растений о подробностях использования спитого чая и для улучшения плодородия почвы и при выращивании рассады и для ферментации для выращивания биопрепаратов а также приготовление полезного для растений настоя я обязательно расскажу вам в отдельных выпусках а сейчас пейте чай пейте с удовольствием без фанатизма в нормальном количестве не увлекайтесь глотанием таблеток на основе зеленого чая кроме вреда это ничего вам не принесет и никогда не выбрасывайте вот эту заварочку которая уже была использована для заварки чая сохраняйте и высушивайте она обязательно пойдет в дело на этом я прощаюсь с вами всего хорошего а